Всем привет! Меня зовут Андрей и вы на канале Industrial Tool. Сегодня у нас будет обзор на новый диск для аккумуляторных триммеров от компании Makita. Это диск для кошения травы, модель B14152. Диск этот необычный, отличается повышенным весом. Вот я его уже остановил. Вот так выглядит. Зуб у него как у ручной пилы. Также у него есть вот такой разнос зуба. Он предназначен, как я уже сказал, ну это в прайсе написано, что он для травы. Но как мне кажется, что он подойдет не только для мелких порослей, но и для скоса крупных деревьев. Почему я так думаю? Потому что недавно на канале Wasabi Channel, кто не знает, это японский канал, там у паренька свои теплицы, он занимается теплицами и вынужден там, я так понимаю, обкашивать вокруг всякую поросль, деревья, траву, ухаживать, короче, за этим всем. И этому пареньку постоянно завозят последние новинки Makita. То есть у него уже триммер на 80 вольт есть. 2 по 40 аккумуляторы новые. И для этого триммера в каталоге прямо конкретно указано, что диск предназначен именно для триммера 80 вольт. Вот он недавно тестировал этот диск, и он там прям спиливал такие конкретные деревца. Вот, диск этот отличается повышенной опасностью. То есть использовать его нужно только в очках, в маске защитной. К сожалению, защитной маски у меня нет. Буду использовать это на свой страх и риск, то есть не повторять то, что я сегодня буду показывать. Кстати, в каталоге у Makita есть и шлем защитный с наушниками и маска, но купить в наличии на складах этого всего нет. Конечно, можно и другого производителя купить, неважно там какого. У этого паренька, на вас обещание, очень классная маска от компании Husqvarna. У него, помимо этого, штаны вот эти защитные. Короче, вся оснастка для работы с бензопилами, с аккумуляторными цепными пилами и для работы с триммерами. Так вот, эта маска в России даже у Husqvarna, по-моему, ее не купить. Она, я смотрел, на Амазоне стоит около 14 тысяч рублей. Вот компания Husqvarna, если вы меня смотрите, помогите приобрести эту маску. Короче, покосим мы этим диском низкую траву, повыше траву, высокую поросль, а также, знаете, как бывают такие ситуации, весной деревья обрезал, сложил все в одну кучу, думаешь, ну, позже там вечером все это или на измельчить, или там попиляю. А выходит, как то времени нет, то лень, и все, и все это превращается вот в такой, я сейчас покажу вам. Вот такой бурьян. А внутри бурьяна этого находятся большие крупные ветки, и то есть сюда ни с леской не подойдешь, ни с дисками, ни с какими. И вот конкретно мы на этой куче прямо испытаем этот диск. Ну и все, одеваю очки и погнали! Все, ребят, начинаем. Смотрите, как он крутится на первой скорости. На второй. И на третьей. Из-за большого веса он, видите, сам очень долго останавливается. Начинаем сначала катить мелкую вот эту траву. Хотя она не такая же мелкая, но пробуем. Сокровенький. Я даже очень быстро ускоряю. Специально. Ему вообще пофигу. Он даже не учесывает нагрузку. Видите, я специально быстро очень, вообще он не ощущает нагрузки никакой. И косит так неплохо. Я говорю, давайте попробуем. Вот, трава, все равно. Не знаю, здесь ничто не возьмет. Где-то я езжу. Пробуем высокую траву. 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 Вот порукли. Как вы поняли если помните я тестировал диск нейлоновый там еще другие трава начинала на диск наматываться и останавливать его этот же тяжелый его сложно остановить у него по инерции он сам раскручивается плюс из-за того что он гладкий то есть трава соскальзывает блин вообще короче этот эффект такой еще ни один диск не показывал еще один важный момент в инструкции к нему указано что использовать стримерами только с велосипедной ручки дерево он наверно не возьмет а 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 вот такие ветки пили Ну дымит. Хороший такой бурьян, только вручную, это все бесполезно. Еще этот диск плохо берет, потому что ветки уже совсем сухие, то есть там и секатором оно не пойдет, и для измельчителя нельзя их использовать, это только цепной пилой, то есть вручную этот бурьян вырвать, освободить ветки и заниматься самостоятельно. А вот малину и всякую такую, хорошую, вполне нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, я думаю, все-таки это диск для травы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты тоже так думаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и сделаем выводы, ощущения какие по работе с диском. Для травы классно. Мне кажется, этот диск прям для травы и предназначен, как написано, но вот форус и все такое, конечно, не слабоватенького. Хотя кажется, что он именно как для дерева, для досок, но на самом деле он не подошел для досок. Но для травы советую всем. Хотя если использовать этот диск на более мощном триммере, может он покажет себя намного лучше. А на этом мы заканчиваем наш ролик. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте, кстати, ставить колокольчик, потому что, по-моему, 15% зрителей с колокольчиком у меня. Жмите на колокольчики! Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok